Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дмитрий Семенюк, главный судья дальневосточных соревнований по дрифту РДС Восток Здравствуйте Здравствуйте Константин Овшаров, пилот И Валерия Маковозова, также пилот То есть у нас сегодня два гонщика и судья Я предлагаю сразу перейти к главному вопросу, который нас собрал сегодня здесь Это ближайшие соревнования, они пройдут уже на этих выходных 2 и 3 сентября На всех афишах пишут, что это суперфинал РДС Восток Почему он именно суперфинал? Кто в нем будет участвовать? Расскажите про это Ну, во-первых, организаторы и судья я расскажу Суперфинал это у нас в один уикенд два этапа Пятый и шестой И именно в эти два дня решится судьба всего чемпионата Кто же станет чемпионом И это, в общем-то, волнует всех Плюс у нас в этом этапе еще дебютанты появляются Достаточно сильные Это у нас пилоты там с Камчатки приезжают Плюс те ребята, которые решили подрасти И пришли из другой серии, в общем-то И, в общем-то, они внесут какие-то коррективы И в турнирную таблицу И, в общем-то, это непредсказуемо Написано, что будут участники из Благовещенска, из Хабаровска Благовещенск, Хабаровск, Петропавловск, Камчатский, Владивосток И все такое прочее А не сильные гонщики? Они вообще чем-то превосходят? В российской древсерии часто только сильные гонщики Слабых здесь нет Вот просто мы расставим точки над «и» Здесь нету слабых, здесь все сильные Все, кто выехал на трассу и не побоялся разгоняться И ставиться в блоке на скорости свыше 130 км в час Они уже сильные И тут как бы другого не подбираем Еще хотелось бы сразу сказать про то, что в России вообще дрифт-соревнования делятся на 4 полноценные серии Это есть дрифт «Запад» РДС «Восток», РДС «Запад» РДС «Запад», РДС «Восток», РДС «Сибирь» И раньше была РДС «Урал», но, к сожалению, в этом году не проходит Потому что у них негде Элементарно у них там все площадки позабирали И под 600 раз падали В общем, это проблема, на самом деле, российского дрифта в целом Что нам негде гонять То есть у «Запада» есть только стационарные трассы Все, что касается За Сибирью Ничего нет Нет спортивных сооружений И, слава богу, у нас есть «Приморское кольцо», на котором мы проводим соревнования Одно-единственное, да, я так понимаю Да, да Ну и в Хабаровске мы проводим соревнования на парковке арены «Ерофей» Все, это самая большая площадка на Дальнем Востоке Это вот все, что мы можем Где мы можем проводить соревнования К сожалению, это так Какое место наш РДС «Восток» вообще занимает на, скажем так, дрифт-карте России? То есть у нас все-таки сильные ребята по сравнению с другими регионами Да, у нас пилоты сильные РДС «Запад» наверное все-таки назовем сильнейшей серией Потому что в этом году, во-первых, там хороший уровень организации Огромные бюджеты появились Плюс все сильнейшие пилоты, в том числе и из Дальнего Востока Там Лея Федоров у нас принимает участие в западной серии Сильные сибиряки уехали тоже туда участвовать В общем-то можно назвать РДС «Запад» сейчас сильнейшей серией Ну а мы традиционно тут на Дальнем Востоке толкаем свою версию дрифта Ближе к японской, инерционный дрифт Чтобы сравнять мощности автомобиля Потому что в нашем соревновании участвуют автомобили мощностью Как 800 лошадиных сил, так и 300 И, соответственно, для того, чтобы все были в равных условиях Наше судейское задание, оно строится таким образом Чтобы нимелировать эту разницу в мощности И поэтому слабые машины могут сильнее соревноваться Хотелось бы теперь задать вопрос нашим гонщикам Константин, я читала про такую историю О том, как вы, кажется, добавили водку или спирт в мотор Если я не ошибаюсь, своего автомобиля Этот автомобиль так расслабляется перед соревнованиями? Нет, это все банально Ничего нового нет У нас плохое качество топлива на заправках Спортивное топливо мы не можем пока временно использовать Используем добавку виды водно-метанольной смеси Водно-метанольную смесь тоже нельзя купить Приходится разбавлять спирт и получается консистенция, как наводки Добавляем ее в топливо И тем самым, чтобы мотор дольше работал и был мощнее Как вообще подготовить машину для соревнований? Банально взять кучу денег, найти хороших механиков, вложить их грамотно Грамотно вложить, это самое главное И тренироваться и участвовать Ничего сложного нет Дрифт в России уже достаточно давно Многие ребята знают, как строить машины Все упирается, как обычно, в бюджет Но порой бывают случаи, всем известные, что есть огромный бюджет, а реализовать его не могут Потому что нужна команда Это три составляющих Бюджет, команда и талант и желание пилота побеждать, тренироваться Вы готовите вообще автомобили во Владивостоке? Или их нужно куда-то отправлять для подготовки? Может быть там нет каких-то у нас деталей или еще чего-то? Ну, что касается лично меня, я готовлю во Владивостоке автомобиль И могу сказать, к сожалению, сам Потому что это занимает очень много времени Я бы, конечно, хотел где-то строить его в другом месте Но нет возможности пока это сделать Но настраиваем двигатели Приглашаем из Красноярска Специалистов, там более профессиональные люди Они приезжают к нам и настраивают лично мне машину Как Валерия готовит машину, можно у нее спросить Да, Валерия, вы можете рассказать про свой автомобиль? Может быть у вас есть какой-то любимый, какой-то счастливый автомобиль? Ведь, насколько я знаю, вас вдохновил папа на соревнования, вообще на дрифт? Ну да Можете рассказать? У Леры желтая, Силия, 15-ая, наверное, все-таки я ее вдохновил Ну да Это все с детства любовь к автомобилям То есть я всегда была помощником папины Он мне всегда говорил, что когда-нибудь соберем тебе автомобиль гоночный, будешь участвовать в гонках Ну это время пришло, он подготовил мне автомобиль Сначала я участвовала в соревнованиях на Змеинке с 2015 года Да Потом поняла, что надо расти, надо расти И вот папа в 2017 году мне подготовил другой автомобиль Он не скажу, что супермощный, но он надежный Это самое главное пока для меня Вот Во всем мне помогает папа Пока Да Конечно, мне хотелось бы иметь много механиков, которые смогут и кто-то мотор настроить, кто-то ходовку Но пока все делает папа Вообще у нас много девушек, которые занимаются дрифтом, гонками Я знаю, что есть Екатерина Седых Да уже много, это уже Екатерина Седых моду такая ввела в общероссийскую Уже много Ну и у Кати была все равно не первая Ну она первая профессиональная, отдадим ей должное Ну да Профессионально она занимается Даже больше, чем остальные мужчины в этом плане Много времени уделяют дрифту Нет Валерия, просто не страшно ли было вам начинать как девочке? Нет, не страшно Я считаю, что здесь разницы нету Мужчина или девушка Она же в шлеме, никто не знает, девочка там или нет Ты же машина едешь Вчера буквально была на тренировке И очень давно хотела прокатиться с Катей И вчера она меня прокатила на своем боевом автомобиле И я села И такая думаю, ну сейчас она меня прокатит Мы разогнались Я, если честно, была вообще в восторге в таком Потому что это, наверное, первый автомобиль такой мощный, в котором я побывала На пассажирском сидении И я увидела, как она нажимает на газ, на тормоз Потом сажусь, такая, в свой автомобиль Думаю, что я боюсь? И я тоже нажала на газ И в принципе, я вчера попробовала новые шины Немного другие для меня И надавила на газ И поняла, что в принципе можно ехать на этап уверенно Очень здорово, что вы не боитесь Потому что, не знаю, я всегда очень радуюсь Когда такие красивые девушки занимаются какими-нибудь делами Которые в основном отданы мужчинам в той или иной степени То есть гонки или мотоциклы, автомобили или что-то такое Поэтому я очень рада за вас И буду болеть тогда за вас на соревнованиях Спасибо Правда ли, что есть у каждого гонщика своя манера вождения Свой какой-то стиль И в чем это выражается? Это, наверное, к Дмитрию вопрос Он судья у нас Ну да, я как судья, наверное, да Каждый гонщик индивидуален И у него есть свой стиль пилотирования И в принципе даже, скажем так, сидя на трибуне И посадить какого-то гонщика вне его автомобиля Я, наверное, все-таки смогу определить, кто за рулем сидит Ну, истинный водитель этого автомобиля или нет Ну, скажем так Потому что разница в пилотировании есть Кто-то агрессивно Кто-то, наоборот, сейф-раны Это такие, знаете, осторожные проезды Такие просто проехать без всякого риска Но зрителям нравится экшен Зрителям нравятся парни и девушки, которые рискуют Поэтому, соответственно, тут самая важная, наверное, агрессивность Чтобы зритель полюбил пилота А первое место, ну, мне кажется, менее важно То есть, главное, любовь к публике Ну, то есть, обмануть зрителей или судью не удастся в любом случае, да? То есть, вы говорите, что можно понять Обмануть зрителей не удастся Обмануть судью тоже не удастся Но есть рамки правил, да И иногда мы не можем... То есть, вроде как, этот парень получше Но в рамках правил этот выигрывает Тут не всегда справедливость У нас такой субъективный вид спорта, к сожалению И тут нужно подстраиваться Но у нас опытная судейская команда Которая, в общем-то, и стремится к тому Чтобы каждый пилот показывал такой запредельный уровень Чтобы сердце замирало Вот это очень важно Константин, а вот вы, участвуя в соревнованиях Вообще, на что делаете больше ставку? На какую, может быть, фигуру? В судейском задании рассказывают на брифингах все критерии Что тебе надо сегодня выполнить, чтобы победить Стараемся им следовать и стараемся побеждать Ничего тут сверхъестественного такого нет А сильная ваша сторона в чем? Ну, может быть, у вас лучше всего получается... Это я не люблю себе говорить Тем более о хороших качествах или плохих Может, Дмитрий скажет, как судя Сильная или слабая качественная? Сильная сторона Костя, он очень опытный Дольше него в стране, наверное, дрифтом никто не занимается Сколько лет? С 12 лет С 12 лет Костя сидит и управляет в заносе автомобиля Бывают взлеты, падения Но Костя всегда находится в топе И это очень важно Ну, у всех спортсменов бывают там Плохие дни, хорошие Но самое важное, особенно вот этот сезон У Костя очень агрессивная постановка Что мне, в общем-то, импонирует, да, как судья То есть, то, что я хочу видеть от гонщиков То, что, в принципе, хотят люди видеть Люди видеть Чтобы у них действительно каждый раз замирало сердце Вот это круто, это клево Ну, Костя всегда очень качественно подходит к постройке автомобиля То есть, его машина, она всегда лялечка Прям вот на нее приятно смотреть Она приятно звучит Она всегда дымит Ну, то есть, у Кости такой профессиональный подход И это очень важно Потому что некоторые ребята у нас есть такие Ну, лишь бы ехала Там без слез не взглянешь На машину, лишь бы ехала У Кости, то есть, подход такой правильный, японский На красивом автомобиле приятно ехать Соответственно, комфортнее ехать Легко побеждать Вот и, в принципе, вот это вот К сожалению, Костя пропустил один первый этап И поэтому он, наверное, все-таки за первое место не поборется Но за тройку призеров, я думаю, может ободаться Мне кажется, у главного судей есть уже свои любимчики Нет, мы не можем себе позволить Это только на камеру Мы не можем себе позволить любимчиков И, ну, я как главный судей в соревнованиях Я всю жизнь занимался спортом Всю жизнь Раньше легкоатлетикой Потом вот в автоспорт ушел И для меня очень важно Никого не тянуть То есть, человек должен заслужить это место Это для меня первый приоритет, скажем так У нас одна из самых опытных бригад в России Судейских А с судьями вообще проблема в России, на самом деле, в дрифте Ну, у нас такая она уже Команда работает много-много лет вместе И, в общем-то, скажу честно У нас всегда, скажем так, такие правильные решения Очень интересно еще послушать про другие критерии оценки Про судей, про участников Мы вернемся к нашему разговору буквально через пару минут Мы уйдем на короткую рекламу А после продолжим наш разговор Оставайтесь с нами Субтитры сделал DimaTorzok Мы продолжаем беседу о дрифт-соревнованиях РДС Восток Очень хочется еще узнать критерии оценки По которым судьи, в принципе, выбирают победители Есть угол заноса, кажется, одна из критерий Начнем с того, что соревнования по дрифту состоят из двух соревнований Это одиночные соревнования и парные В одиночных соревнованиях судится выполнение задания Критерии оценок это скорость, резкость постановки Угол, зрелищность определенно Но дым это не зрелищность Сразу говорю А что тогда? Зрелищность это, наверное Агрессия Агрессия, да Агрессия, риск Вот это вот именно зрелищность Если он там по стеночке прям в миллиметре тиранул ее И всю трассу там в полный газ прошел Это зрелищно, это красиво Еще раз говорю Вот в Фуридаше, когда делаешь Это первая постановка Она самая сложная Она самая опасная И вот она самая зрелищная Вот именно в этот момент Когда вовремя наступил на газ Близко поехал к стене И там возле судей прижался И когда у зрителей сердце замер Вот это вот зрелищность И здесь мы Это единственный критерий Где мы добавляем оценки Обычно мы все отнимаем То есть есть стопроцентный результат И за каждую ошибку мы просто отнимаем баллы Вот И есть парные соревнования Парный дрифт Это где задача первого Ехать по квалификации То есть по Как сказали судьи А задача второго Максимально близко подъехать Своему сопернику Но при этом его не ударить А держаться с ним рядом С таким же углом Синхронно перекладываться Вот это вот очень важно И Ну по моему мнению Не знаю как для ребят Но по моему мнению Это два разных абсолютно соревнования То есть и дрифт Там отличается абсолютно То есть поэтому нужно ходить И туда И туда Чтобы насладиться Зрелищем Вот Ну а как это для ребят Ну Наверное надо у них тоже спросить Валерия А вы участвовали И в одиночных заездах И в парных Или нет? У них квалификация И парные заезда И там А где для вас сложнее? Мне вообще в принципе нравится ездить И так как я еще дебютант этого сезона Я не могу сказать что я суперпрофессионал Но маленькую конкуренцию могу составить Вот так вот Мне нравится ездить и одиночно и парно Поэтому предпочтение я даю полностью дрифту А вы по городу не гоняете? То есть не мешает ли это когда уже сидишь за рулем обычного автомобиля И хочется там на газ надавить? Да нет, нет, конечно же Это в принципе потому что это даже невозможно это сделать Потому что я привыкла разгоняться на большой скорости ставиться А где я в городе смогу поставиться на скорости 100-110 км в час И проеду боком Да это в принципе вообще нигде невозможно Ну и во-вторых это небезопасно Это небезопасно Я переживаю в первую очередь за себя Потому что инвалидам не особо хочется оставаться Потому что я красивая молодая И конечно же я призываю всех не гонять на улицах Это небезопасно Приезжайте на трек там на премьерлинг, на змейнг Катайтесь там в свое удовольствие По своему опыту скажу, что это намного больше приносит удовольствие Когда ты катаешься на отведенных специальных местах А кстати есть какие-то же ремни, да? Специальные ремни безопасности, шлем, но это все, да? Это опять же твоя безопасность То есть и комбинезоны, шлемы, перчатки Каркас безопасности, сиденья специальные Там такой список, российская дрессерия самая безопасная Соревнования по дрифту в России То есть у них критерии жесткие, такие же, как в раллих Хотя раллисты там едут в лесу условно, где там деревья мелькают Ну а у нас такие же требования к постройке автомобилей Безопасности, но только на площадке Да, чтобы люди понимали, да, что автомобили, они проходят все-таки отбор и оценку Техническая инспекция, она обязательна То есть там все И причем мы не просто там взяли ремни от какой-то машины То есть это амалогированная специальная спортивная экипировка Ребята полностью упакованы и чувствуют себя в безопасности На самом деле даже, когда вот ты едешь по городу на спортивном автомобиле, ну я по себе просто скажу Едешь такой и тебе немножко страшновато, хотя ты в этом же автомобиле сидишь Но ты приезжаешь на трек и просто чпоп Все, ты прям как в капсуле, в которой прям вообще можно хоть куда ехать и уже не так страшно Да? Возможно, я не езжу по городу на спортивном автомобиле Но раньше ты тоже перебегался, просто я-то вспоминаю свои те ощущения А да, я перебегался, у меня еще не было каркасов, там, челемов Константин, а были какие-то форс-мажорные вообще какие-то ситуации непредвиденные, когда вдруг перед соревнованиями, не дай бог там что-то происходило Конкретно у меня? Да Ну у меня были все возможные форс-мажорные обстоятельства Все, что может случиться, если я буду это рассказывать, нам эфира не хватит Ну хотя бы самое яркое, не знаю, вот переворачивались или нет, если да, то как? Ну, слава богу, я пока не переворачивался, это довольно-таки трудно сделать и не хочу это пробовать Ну, казусов много всяких происходило Ну, из того, что я помню, и мне запомнилось надолго, их было очень много Был такой момент, чтобы пройти, у нас есть стадии топ-16, топ-8, топ-4 и финал Это что такое? Это парные заезды по олимпийской системе сетки, чтобы подняться до финала И вот у меня был заезд топ-4, и я явно в нем побеждал, я был в этом уверен И оставалось до финиша, как до вас И есть такое понятие крепления тросика газа Это железка такая, которая тросик газа держит, чтобы он был нажат И она просто взяла и отвалилась за 5 метров до финиша Я остановился, второй пилот, который уже явно проигрывал, пересек эту линию и попал в финал Обидно было Досадно, ну ладно, ну что делать Видать было не сильно обидно, раз я 12 лет, мы еще здесь держимся пока Многое, что было, я думаю, это не совсем интересно Лучше побеждать, показывать красивую езду, а не рассказывать, какая кухня там варится и тому подобное Хорошо, еще хочется тогда, наверное, послушать, что каждый из вас ждет от соревнований, которые пройдут уже на этих выходных Можно напомнить, где, когда они пройдут Дмитрий? 2-3 сентября Прим-ринг Приезжаем прямо с линейки Да, с первого линейка, 2-3 сентября С самого утра можно приезжать Это, в принципе, мероприятие для посещения всей семьи Если у вас есть дети, вы их можете там в рингопарке бросить, с ними аниматоры поработают, а вы целый день можете наслаждаться автоспортом Только не забыть их потом Ну да, главное не забыть, кто там на эйфории И я скажу по своему опыту, да, там, это дрифт не для любителей автоспортов в целом, да, это для всех Это просто красивое зрелище И если вы не фанаты, да, гонок, ну вы придете, вам действительно понравится Это, безусловно, это вот мои родители, я их затаскивал туда просто вот так, силком Говорю, придите хоть раз, посмотрите, чем мы занимаемся Эй, папа там вечно, там, типа, моторы гудят, там, шуметь будут, нафиг надо ваши гоны Ну, такое Пришел, все, там, мама на инстаграме, папа там тоже уже, там, фоточки, все нормально Болеют каждый раз, вот их все уже силком Это взрослые люди, они никогда не увлекались автоспортом Ну, то есть нравится, нравится Это можно всей семьей приходить, отдыхать и смотреть 2-го, 3-го сентября, это два разных дня, два разных соревнования С утра до вечера, такое обычно, ну, не бывает То есть у нас обычно в два дня соревнования, в первый день квалификация, в второй гонке А тут в одном дне и квалификация, и парный заезд, и во второй день, и квалификация, и парный Две разных трассы У пилотов тоже очень много сложностей Будет то, что два этапа в один уикенд вывести Механики, как обычно, будут подвиги совершать Там, в ночь перед гонкой, там, что-то чинить Да даже на гонках, там, в пять минут им нужно уложиться Ну, то есть это очень интересно и работа, и зрелище Тусич зона активная, там, выставка машин Там, кейтринг, там, фудкорты и всевозможные Продажа сувенирки Ну, то есть это большой праздник автоспорта То есть туда, конечно, нужно прийти, насладиться им Тем более еще погода позволяет И посмотреть на лучших пилотов Дальнего Востока Кто еще не знает, что такое дрифт Придите и узнайте Потому что, действительно, многие думают, что дрифт Это какое-то уличное хулиганство У нас нет хулиганов, у нас одни спортсмены Это разные вещи Потому что, также, те люди, которые дерутся на улице Их же не называют боксерами Вот и у нас тоже самое Это такая же огромная разница Поэтому придите и посмотрите, как делает дрифт настоящий профессионал Но еще хотелось бы все-таки, Валерий и Константин Что бы вы, наверное, пожелали своим соперникам Наверное, вот Потому что нужно же как-то достойно воспринимать тех, с кем ты будешь соревноваться Соперникам пожелать Победы Не ломаться Показать достойную езду Чтобы все были в равных условиях И морально настроиться на соревнования Положительно Я полностью поддерживаю Костю Тогда я, наверное, пожелаю вам, в первую очередь, тоже победой И тоже показать себя с как можно лучшей стороны И показать все, на что вы способны И чтобы все прошло хорошо, интересно, зрелищно И вы понравились судьям А судьям тогда правильного решения, наверное Выбрать действительно настоящего, достойного победителя Ну, мы будем стараться очень сильно принимать только правильное решение Это сложная работа, но мы работаем, трудимся Главное, что победил достойно Спасибо Большое спасибо вам Спасибо вам за такую интересную беседу Я напоминаю, это была программа «Время говорить» В студии работала Ольга Продана Увидимся на восьмом Субтитры подогнал «Симон»